Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлёва. У нас в гостях политик и журналист Владимир Семага. Здрасте, Владимир Владимирович. Добрый вечер. В чате полиция пытается установить личности двух молодых людей, танцевавших на постаменте памятника Ленину. С молодыми людьми собираются провести премиологическую беседу, а коммунисты назвали поведение молодых людей кощунством. А вы как назовите? Вы же тоже бывший коммунист. Ну, как вам сказать, в душе-то я с Карлом Марксом и не расстаюсь. Я считаю, что это и учение. Но, как сказал Владимир Владимирович Ленин, сильно, потому что оно верно. Это очень важная обстоятельство. А что касается вот этого номера художественной самодеятельности, давайте себе представим гипотетически, что они какое-то революционное. Например, танец революционных матросов «Яблочко» делали. Что же тогда в этом кощунственном? Они выбрали достойное место. Или у нас есть несколько балетов революционного содержания, по-моему, «Пламя Париж», если не ошибаюсь, что-то еще было. Но почему не станцевать по ДД вот из «Пламя Парижа» рядом, так сказать, с памятником? И почему в этом что-то кощунственное? Если бы рок-н-ролл или вот это вот, когда крутят, да, нижней частью колена, вот это, конечно, может быть, было нехорошо. Потому что нельзя ассоциативно предположить, что общего между этими движениями. — Может, у нас просто фантазии не хватает? — В принципе, да. И подвязать-то можно, конечно, многое. Но, видимо, у тех, кто сейчас недоволен этим, у них просто фантазии как раз в этом турнире. Скажут, так, есть факт, танцевал. Место неположенное. Почему? Никто билет на танцплощадку не продавал, незакрытые помещения, возможности подскользнуться. Значит, МЧС бы получил дополнительную работу вместе с медицинскими работниками. Все признано вредным. — Понятно. Ну, а если серьезно, у нас образ Ленина как-то претерпел изменения за последнее время? У нас тут Владимир Владимирович недавно высказался по поводу Владимира Ильича. — Да, я слышал, да. — Может, концепция изменилась? — Скорее всего, нет. Просто имя Ленина и все, что с ним связано в истории России, интерпретируется в каждый раз по-разному. Когда-то, когда нам нужно прийти к духовным скрепам, мы говорим о том, что в советском наследии было много хорошего. Мы с вами почти год слышим о том, что русский мир и социалистическое прошлое, в этом было много хорошего. Это первое. Потом неожиданно выясняется, когда сложность экономического характера, что ну а от причин-то откуда? Ну, не наше же правительство с вами довело страну до ручки. Ну, понятно, что нет. И внешняя у нас политика безукоризненная, да и внутренняя тоже в полном порядке. Кто виноват-то? Ну, кто-то же виноват, да, правильно? Плохо вот такая ситуация. Ну, Ленин, наверное. Ленин в конечном итоге виноват. И это самое главное не обсуждаемо, потому что сам Владимир Ильич, если не ошибаюсь, умер много лет назад. И за себя ответить, как бы так сказать, он уже не в состоянии. Более того, мы всегда начинаем внимательно прислушиваться и вспоминать для себя, где он похоронен, и похоронен ли он на самом деле. Только в тот момент, когда какие-то кризисные тяжелые ситуации. Я, например, считаю, что большая ошибка была в том, что коммунисты позволили вынести тело Сталина. Потому что мы тогда два бы имели варианта. Может, в какой-то момент было бы Ленина обсуждать, почему они вынесли, а в какой-то момент Сталина. И у нас бы появились широчайшие возможности для аргументированного такого обращения к народу. Сегодня неприятности вызваны только тем, что Иосиф Сталин до сего времени еще и погнали в наших городских. Поэтому здесь, конечно, очень большой психологический и политический подтекст есть в этом. Ну, согласитесь, что просто мы Ленина в последнее время, ну, не мы, а Владимир Владимирович Путин не вспоминал. А вот Сталина как раз вспоминали и склоняли, и по всякому поводу... И ни в чем он не виноватый. Да, и ни в чем он не виноватый. А в чем феномен-то тогда состоит? Только в том, что из Мавзолея вынесли? Ну, как бы говорят, тема-то есть. Вот там даже сущностно не надо. Но есть тема для обсуждения. И сразу же воспаленные воображения и умы наших, так сказать, российских граждан начинают судорожно думать о том, а действительно, что там. И они забывают про эти самые экономические трудности, забывают про триллионы недостающих бюджет, они во всем забывают. Россияне или российские граждане настолько политизированы, все даже представлены. Другое дело, что уровень этой политизации и уровень информированности очень невысокий. Но желание говорить о политике, в том числе о внутренней или о внешней, ну, Обама. Ну, кто в Российской Федерации не знает человека по фамилии Обама? Все знают. Все знают абсолютно точно. У нас же очень много говорят, вот, например, опять-таки, моя любимая тема, и мы все время полемизируем с вашим любимчиком Сатановским, который у вас бывает здесь чаще, чем я этому упрек, в вашей радиостанции. Он все время говорит, вот эти террористы, ИГИЛ, они мерзавцы, они вот по миру, они памятники рушат. А я вспоминаю просто историю храма Христа Спасителя и большего по размеру храма Александра Невского в Великом Новгороде, который разрушили коммунистические, так сказать, лидеры по их приказам. А они, значит, у нас как бы, они не варвары, они не мерзавцы конченые, а вот эти вот обязательно мерзавцы. Вот меня в людях наподобие Сатановского беспокоит именно вот это вот желание в нужный момент вставить определенную, так сказать, позицию, и тем самым показав эту позицию как главенствующую, как основную, и ни о чем другом не думайте. Вот я вам такое клише даю, и вот вы, значит, на эту тему рассуждаете. Вот то же самое у нас происходит с Лениным и Сталином, и все в какой-то момент оп, вытащили, в этом направлении отработали, потом его можно задвинуть. Потом, опять, как аргументы. Вот эти исторические две личности, они как аргументы во внутренней политике сегодня присутствуют настолько зримо, как он уже даже больше, чем кто-то из членов правительства. Фу, я уже не то сказал. – Скажите, пожалуйста, насчет воспитания. Вы говорите, что не очень у нас с информированностью может быть здорово, зато много задора. Вот патриарх Кирилл призывает не бояться теологии в вузах, избегать дискриминации и финансирования православных школ, а также говорит о том, что нужно бы расширить практику преподавания предметов основы религиозных культур и светской этики в школе, потому что пока это все ограничено только четвертыми классами, а надо бы как-то расширить. Но ведь действительно же, чем больше знаний, тем, как бы сказать, здоровее общество. – Конечно, и это позволяет вам отвлечься, опять-таки, от актуальных проблем и выглядеть уже человеком, который изначально предопределил свои взаимоотношения с внешним миром через религиозные свои, так сказать, мироощущения и воззрения в строго определенном направлении. Ведь мы, на самом деле, прекрасно с вами понимаем, что различного рода оттенков религии огромное количество. Ну, возьмите мусульманство. Неправильно говорят ислам, говорят мусульманство, правильно. Какое количество направлений и течения есть. Да это жизни не хватит. У многих специалистов, изучающих эту тему глубоко и полно, даже не хватает, так сказать, времени, чтобы все объять. А мы можем с вами предложить вообще все предметы, так сказать, закончить и начать изучать, но последовательно, но серьезно. Религиозно, а вообще, потому что каждая из религий имеет свое историческое прошлое, влияние на массы, огромное влияние. И давайте бросим все учить. Вот только это возьмем богословские школы отдельно и начнем всех учить богословию. Вы считаете, что преподавание богословия может повредить всем иным наукам? Ну, времени просто не хватит физически. А, то есть, это просто математику убрали. Учим мусульманство, значит, вместо химии и биологии мы учим, предположим, протестантов, изучаем, кальвинистов, кому-нибудь еще. У нас же много очень... В конце концов, почему саентология сегодня из запрещенной в России секты и во многих других, так сказать, странах стала изгоем? А вдруг это, на самом деле, вот то самое просветление, как это было с... Помните, была секта такая христиан в Древнем Риме? Ну, жалко, куча, какие-то ничтожные люди, там 50 человек грязные ходили, оборванные. Во что превратилось-то? Так, может, саентология тоже сегодня, как бы, вот эти первые шаги делает, а мы ее взяли, исключили и все, и сказали, давайте учить ее тоже. Владимир Владимирович, ну, согласитесь, если люди, которые выросли в семьях тех людей, которые, в общем-то, росли как атеисты, если они будут знать о существовании различий разных религий, ну, хотя бы, так сказать, на бытовом уровне, то общество будет более здоровым. Скажите, производительность труда от этого увеличится или уменьшится? Меня чисто практический момент интересует. Как вы считаете? Считаю, что может увеличиться, если основополагающие принципы морали и нравственности будут включены самым тщательным образом в воспитание подрастающего поколения. Нет деталей, детализация самой религиозной основы, истории религии, происходящих событий, нравственные позиции. Десять заповедей, да? И еще, может быть, немножечко неких истин, которые, там, Иисус Христос, Будда или Магомед произносили вслух или писали на каких-то, так сказать, листочках бумаги. Ну, это в рамках курса истории в Павле можно отводить. И хватит. Нравственная позиция человека ни в коем образом не состоит от объема той информации, которую он получил про апостола Павла, про Матвея, про кого-нибудь еще. Можно же вечно изучать. Это действительно пласт фантастический. Это культура, это высочайший уровень культуры, это религия, история, все что угодно. Но этому нельзя посвящать жизнь. Это есть отдельно специально обученные Кириллы, которые все это должны учить. Владимир Семага со своим особым мнением никуда не уходите, мы скоро вернемся. Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». И снова с вами программа «Особое мнение» в студии Владимира Семага. Меня зовут Ольга Журавлева. Владимир Владимирович, вот Митек пишет нам на СМС. Снова шутит Семага. А с вами о чем-то серьезно-то поговорить можно? Ну, например, кто и зачем убил Литвиненко? А мало по этому поводу публикации? Нужно еще какое-то особое мнение? У вас, может быть, есть особое мнение? Потому что у Пескова по поводу публикации одно мнение, а у кого-то другого... Мы достаточно редко совпадаем с Песковым во мнении вообще, включая и матримониальные отношения, и вообще многое другое, что в этом мире присуще. Ну, просто мы не дискутируем с ним в прямую, потому что он человек, который... Знаете, когда микрофонов не было, был рупор жестяной. И вот у меня такое ощущение, что в Кремле вот этот рупор есть, вот эту жестяную трубу он кричит. Извините, что я опять шучу. Кричит и говорит, вот Кремль по этому поводу думает вот так. Говорит Песков. Что касается самой причины, по-моему, эта тема уже многократно исследована. И есть две позиции. Позиция, что это сделали специально подученные агенты ФСБ по, может быть, даже прямому указанию высших руководителей этой структуры. А второе, что это злые, так сказать, Березовские, желая спрятать или скомпрометировать честный и непредвзятый Кремль, вот так сознательно своего соратника взяли и уничтожили для того, чтобы опорочить Российскую Федерацию и всех, кто здесь живет. Вот две такие позиции. Значит, я думаю, вот объективно, извините, что я говорю, я больше все-таки склоняюсь к тому, что Литвиненко был ликвидирован по старой схеме, еще сталинской схеме, когда в свое время, в 30-х годах, после того, как белое движение, многие белогвардейские и эмигрантские движения были разгромлены, обезглавлены, Сталин вдруг неожиданно понял, что внешняя агентура ОГПУ ему не нужна. И он методически принялся, либо отзывая в Россию уничтожать их здесь, поскольку они были своенравные, своевольные, они привыкли жить в Европе, у них были совершенно другие принципы, или уничтожать их там, если они не хотели уезжать. У меня даже этому посвящена была целая такая книга. И я думаю, что эти методы-то не остались. И здесь не нужно было, как в Соединенных Штатах Америки, открыто объявлять человека врагом номер один, как это сделали с Бен Ладоном, и официально они за ним охотились. А она втихаря просто, есть человек, нет человек, тем более выбран метод-то какой, его там даже не автомобилем передавили, ничего, а вообще бы, если бы не дотошные эти самые медики, то никто бы не узнал. Ну, сердечная недостаточность, ну, плохое положение состояния, даже мало ли от чего человек умирает у нас. Он, этот самый-то, помните, в «Новой газете» был на «Ща» журналистчик. Качихин. Да. Вот, раз, и всё в одночасье. И всё. Вот точно так же могло бы быть и здесь. И вот это вот меня, конечно, настораживает, потому что сам факт этого убийства, мы уже все знаем, что это убийство, это, безусловно, возврат. Опять-таки, или, как бы, внедрение в наше сознание, что старые принципы хороши, потому что они были хороши. А скажите, пожалуйста, как вам кажется, всё-таки Литвиненко – это часть системы? То есть, есть ещё какое-то количество людей, которые по той или иной причине в последние годы замолчали? Я думаю, что Литвиненко – это всё-таки в определённой степени ещё много личного отношения к тому, что произошло с ним в его судьбе. Это и фактор его служения или близости с Березовским, безусловно. Потому что он волей или невольно встал, как бы, так сказать, на службу покойному Борису Абрамовичу, работал с ним и, понятно, не мог не выражать точку зрения и уж тем более не мог не бороться с тем, с чем боролся Борис Абрамович. Это очевидно совершенно. Поэтому здесь, наверное, два обстоятельства нужно учитывать. Первое – это его фактор борьбы. И второе – методы, при которых как бы власть или не власть, или люди, которые намекают на то, что власть так думает, говорят, ребят, до определённого момента можете, а дальше нельзя. Ну, вот с Немцовым, как бы, так сказать, спокойно, что было? Они ведь сказали, что до какого-то определённого момента ты говорил себе, говорил, ну и что? У нас много оппозиционеров. Но вот есть какие-то слова, через которые переступать нельзя. А вот переступил человек, и, видите, нашлись патриоты, которые, там, водитель, по-моему, да, патриот-водитель, да. Вот он решил, принял для себя решение. Нечто похожее в конечном итоге, если останется Литвиенко, то есть Луговой и Ковтон живы, нечто похожее мы услышим тоже, что да, вот люди для себя приняли решение такое, что ты наш товарищ был, мы совместе работали, но нельзя же до такой степени. Все эти книжки, пасквили, грязные слухи о высшем руководстве страны, и поэтому мы приняли решение. Ничего политического. Просто морально-этическая сторона. Ну, из этой концепции, которую вот вы изложили, значит ли, что Ковтону и Луговому физически что-то угрожает сейчас? Ну, не думаю, что пока они находятся, я не знаю, где находится Ковтон, а где находится Луговой, я прекрасно знаю, да, так сказать, главное по чаепитию в старшной доме. С ними тоже они пьют, честно могу вам сказать, если, например, видит Лугового сидящего, пьющего чая, понятно, что он сидит, пьет один, потому что это уже как бы у людей. Это ваш инсайт, это ваш... Ну, это очевидно, но можете представить, что вы вот в такой ситуации были завершены. Да ладно, он к нам в студию приходит. Со своим чаем? Или вы его поедете? Нет, у нас тут местный. А, ну, так вы его поедете, а не он же у вас. Ну, не суть в этом, но я думаю, что ему ничего не угрожает, потому что так же, как, к сожалению, может быть, для Меркадера, когда его поймали после убийства Троцкого, да, ему не удалось выскочить. Но посмертно он получил все необходимые регалии и уважение, и почет от Советского государства. Здесь это при жизни происходит. Дали депутатскую, так сказать, неприкосновенность, дали определенные льготы, возможности заниматься бизнесом. Все, в принципе, есть. Поэтому я думаю, что да, будет признано, но признано как однобога. Ну, клевещите вы. Вы понимаете, в большинстве своем западные, так сказать, средства массовой информации, да и английское правительство официально. Я только что королева там не высказывался, а там премьер-министр высказался однозначно. Но они вот, как сказал Киселев, ну, эта жизнь, значит, всегда так была. Англичане, они нас ненавидели, вся история современной Европы стоит на противостоянии английской империи, английской, так сказать, короны с российским государством. Поэтому, ну, чем мы будем обращать на это внимание? Ну, Англия есть Англия. Ну, снисходить, будем к ним снисходительны, сказал Киселев на эту тему. Ну, кстати, а зачем, как вам кажется, почему для британцев это так важно было? В этом-то языковых. Да не зачем. В том-то все и дело. Это как когда говорят в пропагандистском, так сказать, сообществе, вот эти все говорилки, которые выступают на телевидении, Америка собирается нас там поработить, нас завоевать, экономически уничтожить. Я всегда спрашиваю, зачем? И вы, ну, расскажите мне эту экономическую подоплеку, это уничтожение или порабощение? Что им хочется кормить там 140 миллионов человек или жить на этих просторах необъятных Сибири? У них вон там Канада под рукой есть, а 90% населения Канады живет вдоль американской границы. А все остальные территории неосвоены, потому что дуракам надо быть, чтобы в 70-ти градусный мороз или в 60-ти градусный мороз везти учительницу, медсестру, воспитательницу детского сада, свою родную жену с детьми. Это только советские люди и умные люди могли бы вот себе такое позволить. Я считаю, что это вот, вот здесь то же самое, ну, зачем американцам нас порабощают? Зачем англичанам создавать вот эту вот атмосферу нетерпимости по отношению и все прочее? Да не зачем. Это объективные вещи, которые существуют вне нашего понимания. Это мы считаем, что в Советском Союзе и в России, если суду сказать «А!», то он сразу же сделал по экзерюк, скажет «А!». А в Британии по-другому. Это вообще было не суд, а расследование. Отдельная совершенно процедура, насколько я понимаю. Советское открытое, расследование, да, но тем не менее, людям рот там не заткнешь так легко, как у нас. У нас же ведь абсолютно все можно сделать. И я здесь официально заявляю в этом эфире, и это не шутка, это по отношению к медикам, что у нас самая продажная система правосудия в мире. Да ладно? Да. По деньгам, конечно. Может быть, более продажные есть где-то в Мозамбике или в Бацване, да, но по количеству денег у нас самое продажное. Мы держим просто первое место. Мне кажется, наоборот, это абсолютно бескорыстные люди, если вы говорите, что можно позвонить по телефону и совершенно бесплатно получить любую услугу. Но за это он говорит, я вот здесь делал бесплатно, а вы уж тут меня не горите. Ну, да, допустил я, так сказать. Но это вот мое собственное рассуждение, подкрепленное некоторыми деньгами. И все. То есть, я здесь служу верой и правдой, но если мне надо, то вы уж тоже меня не трогайте. Позвольте мне свой кусок хлеба только зарабатывать так, как я могу, говорят наши отечественные судьи. Не все, я подчеркиваю, но если кому-то будет интересно, в том числе и прокуратуре генеральной, я готов назвать два-три имени, которые, на мой взгляд, подлежат расследованию. Так. Это Владимир Симага. Слушайте внимательно, в том числе и в Генеральной прокуратуре, все, что он здесь рассказывает, тем более, что он сам к вам обращается. Конечно. Все вопросы к Владимиру Владимировичу присылайте на номер плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. И мы вернемся в эту студию после небольшого перерыва. Сначала третьих. И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Своё мнение высказывает Владимир Симага, политик и журналист. Есть ещё одно дело, вы его уже упомянули. Речь идёт о том, что близится к завершению расследования дела по убийству Бориса Немцова. Обо что мы споткнёмся? Вот так сказать. Потому что вроде бы проводители нам уже объяснили. А как это действительно можно объяснить, чтобы всех устроило? Что же всё-таки произошло? Всех всё равно не устроит. Но я глубоко убеждён и искренне убеждён, что обоснование для этого чудовищного преступления было как не банально. Вот это вот, слушай, он взорвался. Нельзя уже так. У него действительно были очень резкие части высказываний, которые там есть ненормативная лексика и всё прочее. Они были такими достаточно долго. Были доклады, были прямые обвинения руководства страны. Вот если динамику так просматривать, то, конечно, усилилось это в последний год. Очень серьёзно усилилось страны Немцова вот эти высказывания все. Он пошёл как бы ва-банк. И я думаю, что, наверное, это и повлияло. Потому что опасность политическая, устранение его, знаете, как Троцкий за границей для Сталина был, конечно, врагом номер один. После белогвардейцев. Почему? Потому что он нёс некую идею, которая находила отклики и созвучность в умах и сердцах граждан. А здесь говорить о том, что Борисович Немцов являлся выразителем мыслей и соображений огромного количества людей, нельзя. Всё-таки у нас оппозиция достаточно ограниченное количество людей имеет. К счастью или к несчастью для Кремля это я уж не знаю. Но то, что он не был политически опасным противником или реальным конкурентом. Возьмите, предположим, во время выборов в Венесуэле Мадуро и лидер оппозиции. Там было реальное противостояние. И был реальный противник, который мог в случае чего, и я не исключаю, что сейчас при процедуре импичмента Мадуро уйдёт, а будет совершенно другой президент. Здесь этого не было. Значит, говорить о том, что убрали, ликвидировали политического противника, наверное, неправильно. Значит, вот чистая месть, чисто психологически основанная на якобы псевдооскорблённом, так сказать, чувстве собственного достоинства. А кого оскорбили-то? Всех. Он считает, что он всех. Конечно, он же не одного человека. Он, говорю, плохая власть, плохой режим, плохая система. Говорил плохой президент, кстати говоря. Я слышал об этом. Может быть, это повлияло. Знаете-ка, ну, говорит человек, что вот высший руководитель страны не очень хороший. А стоит рядом у трона человек и говорит, слушайте, ну, это невозможно. И смотрит на реакцию первого человека. А первый человек так, как бы, вроде бы ничего не понимает. И этот человек для себя решает. Говорит, слушай, а почему мне не сделать доброе дело? Наверное, меня неправильно. Помните, как было с одним из царей, которого грохнули там, говорит, а потом люди, которые присидели за столом во время этого убийства, говорили, матушка императрица, ну, прости ты, ну, не доглядели. И вот пьяная драка началась, ну, что теперь нам делать? Вот, хошь, ноги отрежь нам по колено, не виноваты им и ни в чем. Так сложилось. Но человека нет. Почему это не объяснение? Объяснение. Интересно. Ну, тогда, если можно, уже возвращаясь, как бы сказать, к мирной жизни. Хотя, может быть, она не такая уж и мирная. Как вы думаете, вот эта история с высказываниями господина Кадырова про оппозицию, чем они вызваны, чего он хотел добиться? Мне больше интересует, а чего хотел добиться оппозиция, вот так гневно обрушив на него просто лавину, фантастичную лавину, негодование и всего прочего. Вот, казалось бы, что Кадыров очень точно, системно обозначен и ни для кого нет откровениям и не является откровением его позиции. Вот зачем это было так вдруг неожиданно акцентированно выпячивать и говорить о том, что вот как же он так может? Ну, сказал и сказал. Вот для меня огромное, во-первых, обидеть может только равный. Если уж вы стоите на позиции, что вы, как бы, люди, которые знаете будущее России и стремитесь к реализации этого будущего, ну, есть какой-то из соподвижников, есть какой-то один из таких политических деятелей среднего уровня, который что-то говорит у себя там на родине. Почему вы, собственно, должны так возмущаться и говорить, нет, ну, уж этого мы никак терпеть не можем. Ну, вот уж Кадыров то, что... Я вас уверяю, что большинство региональных чиновников говорят еще и почище вещи. Совершенно спокойно, с упоминанием там, предложу, национального аспекта кого-то из абонизационеров, так сказать, каких-то моральных качеств, финансового могущества состояния человека до того, как он ушел из власти. Все обсуждается абсолютно все и в более резких тонах. Но вот здесь вдруг неожиданно, а вот Кадыров, вот... Мне это, честно говоря, непонятно. Я бы не стал вот так акцентировать. Ну, сказал и сказал. Мы же знаем, кто такой... Потом еще специально написали статью в «Известиях». Да. А потом еще и митинг был с чудесными лозунгами. Митинг очень интересный. Там главное, что был человек, мой любимец этого... Из мушетии? Нет, нет, в шапочке этот вязанный мотоциклист. А, мотоциклист. Это все. Это наше будущее. Поверьте мне, пройдет несколько лет, и мы будем счастье лицезреть его где-нибудь на мавзолее, там, во время демонстрации он будет стоять. Или сейчас на мавзолее не стоят. А он, кстати говоря, был во время парада на трибуне почетных гостей. А, ну, вот видите, значит, я уже опоздал. Я уже... То есть, человек достиг всего. Достиг всего уже, да. И вот это было, конечно, очень значительно, знаково. И это, конечно, прибавило ему авторитета в Российской Федерации, что-то он в Чечню. Ну, единственное, какие-то вот сомнения жуткие, что площадь, которая упоминает в качестве места проведения, она не соответствует тем параметрам, тем цифрам, которые высказывались по поводу количества. Что миллион человек не может на 130 тысяч квадратных метрах уместиться, тем больше, что там еще много зеленых насаждений, газонные были. Ну, не может, вот он физически не может. Но, тем не менее, это не остановило пропагандиста. Ты какой-то въедливый. Не-не-не, я читаю просто. Я же читаю просто. Не может, говорит, не могло быть. А по мне все равно. Вот миллион там был или 200 тысяч, или 300 тысяч. Я же понимаю, для чего это? Для чего это? Для того, чтобы показать, что нет, вы не правы, что у нас оппозиционеров не любят, что у нас Кадыров является человеком, который может олицетворять собой истинный патриотизм, невзирая на его бэкграунд. Ну, у вас же Владимир, князь Владимир, он сначала там брата, там потом жену, потом отца жены, потом кого-то еще, там намолотил кучу всего, потом стал святым. Почему мы не даем возможности Роману Кадырову, поступив достаточно серьезно в прошлом, не реализовать себя совершенно в иной ипостаси в будущем? Вот он реализует себя, а мы сидим и смотрим. Ну, реализуй ради Бога. Вот я, например, не вижу вот этого необходимости в этом ажиотаже. Скорее всего, это может быть нам просто нечего делать, и мы вот так сцепились в него. Остальные-то все безгрешные же у нас. У нас и правительство изумительное, и администрация президента у нас лучше не бывает. Ну, а вот Кадыров-то, и его можно щелкать, потому что про Кадырова вроде как, ну, не так опасно, может быть. Правда? Хотя на практике, да. А говорят, что как раз про него-то как раз опаснее всего говорить. Хотя на практике, да. История одного депутата и уважаемых людей указывает нам именно это. Я согласен с вами, но когда речь идет о каком-то знаковом противнике, наверное, люди вокруг Кадырова могут мобилизоваться. Когда речь идет о нашем с вами расхожем мнении, вот мы с вами сидим и говорим, ну, я не считаю, что Кадыров эта фигура равная Черчиллю. Я говорю об этом совершенно спокойно. Здесь я понимаю, что его политическое будущее никакое. Ну, просто никакое его политическое будущее. Но это не оскорбление. Это лишь просто оценка моя. И за это мстить. А уж тем более, вы как после этого сказать? Вы знаете, а мне кажется, что Симага предатель Родины. Я не предатель. Я просто говорю, что у Кадырова нет политического будущего. И на меня нельзя обижаться. А когда вот идет какая-то такая словесная перепалка на очень невысоком уровне, и Кадыров говорит, что вы мерзавцы и предатели, а те, в свою очередь, говорят, слушай, ну ты тоже не лучший, ну ты тоже хорош гусь. А посмотри, что у тебя было во время Чеченской войны. Ты вот фотки свои там, видео посмотри, что ты там делал, какие у тебя были подвиги во время войны. Ну, мне кажется, это не совсем правильно. И это не улучшает ситуацию в стране. А если, спрашивает Алексей из Саратова, есть ли какая-то осознанная политика в отношении Чечни и Кадырова? То есть, представление о будущем и будущих отношениях, например, без Кадырова в Чечне. Я бы сказал, хотя бы так, безысходность. Вот вы знаете, с Чечней мы заехали очень далеко. Вот Кремль, на мой взгляд, уже отпустил вожжи точно абсолютно. Потому что ситуация и с Кадыровым, и в Чечне неуправляемая. Просто они не могут уже ничего сделать, это абсолютно точно. Не отдернуть его не могут, не поставить его на место, не перевести его, например, полпредом президента Российской Федерации в Дальневосточном обруге. Ну, что было бы лучше, если бы вы были умные люди? Вы берете Кадырова из Чечни, убираете его, и ставите его полпредом где-нибудь, так сказать, на Дальнем Востоке. И все, и проблема решена. Но сил у Кремля для этого нет. Почему? Потому что они прекрасно понимают, что ослабление ситуации в Чечне и на Кавказе шлема-то для Кремля очень большими серьезными сложностями. Потому что только Кадыров путем очень жесткого давления на структуру, так сказать, взаимоотношений политических, внутриполитических в Чечне, держит ситуацию под контролем. Если вы его уберете куда-то, а вы должны были бы его... Он перспективный, он молодой, его надо поднять. Он мог бы быть гениальным, совершенно, так сказать, администратором где-то еще. Почему он не может руководить эскимосами, или чукчами, или, так сказать, там, кем-то еще? Почему обязательно только чеченцами? Совсем нет. Вы этого сделать не можете. Отсюда и позиция, что Кремль ничего с ним сделать не может. И они говорят, слушай, ну а что, собственно, нам делать-то с ним? Ну, он как-то держит ситуацию, да. Хуже-то от этого не будет, нет. Ну, кто на него, что-то там ругается из-за позиционеров. Ну, пусть ругается. А почему его нельзя, например, вызвать в качестве свидетеля на суд? Дискредитация. Это дискредитация, потому что прямых улик против него нет. А, значит, косвенные улики у нас во внимание не принимаются. И суд, полагаясь на свое собственное, так сказать, понимание ситуации, он скажет, судья принял решение. Вы подаете, так сказать, претензии, говорите, дайте вызвать. А судья говорит, принимая во внимание мои собственные убеждения и изложение, так сказать, этих самых фактов, я считаю, что не надо. И никто в этой стране не может этому судье что-либо поперек сказать. Вы можете написать потом апелляционную жалову, которая будет рассмотрена и скажет, судья действовал, исходя из своих собственных рассуждений. Это разрешено законом. Так это и есть независимость судьбы. Безусловно. Как судья решил, так и должно быть. Так он и должно быть собрать. Говорят, что Борис Титов намерен создать партию, и она будет представлять интересы бизнеса во власти. Об этом сообщила руководитель аппарата уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателя Татьяна Марченко. К словам Марченко, в ходе предстоящих выборов партия надеются пройти в Госдуму. Конечно. Конечно? Чего же ей не пройти-то? Ну, как вы видите? Вы, кстати говоря, не хотите принять участие? Нет, не хочу. Это 842-е вхождение предпринимателей в политику. Это уже было. Это делали все абсолютно до Титова. Титов чудный человек. Он попросился, чтобы его назначили. Это ведь не сообщество предпринимателей его выбрал. Я прекрасно помню вот этот момент. Я еще тогда по наивности. Мне было тогда не так, как сейчас. Много лет мне было. Лет 65 было всего. Я говорю, слушайте, давайте я буду этим... Я знаю предпринимательство не понаслышке. Я начинал, так сказать, с АЗОВ. Я делал все сам. Давайте я буду. И пошел от Титова сказал. А он говорит, ты знаешь, а уже там принято решение. Я говорю, он говорит, так скромно, меня назначили. Но какое же это назначение омбудсмена, если тебя избирает не сообщество, а кто-то сверху? Это как ректоров в нашей стране выбирает министра образования. Его должны выбирать люди в университете. Его должны быть те люди, которыми он должен будет потом впоследствии работать, он должен будет осуществлять и реализовывать их чайные надежды. А вместо этого ему говорят, знаете, у вас в университете будет вот Иван Иванович Петухов, потому что министр так сказал. Вот это вот опять то же самое. И с партией такая же история. И с партией то же самое. У нас количество предпринимателей очень небольшое. Согласитесь, что бредовые идеи, что каждый из предпринимателей на своих предприятиях обяжет своих сотрудников, чтобы они голосовали только за предприятие, безумие. Это не будет никогда, потому что это не бюджетники. Системы контроля за ними не существует. Поэтому я думаю, что партия обречена на поражение, но при определенных обстоятельствах, как и «Справедливая Россия», Газар Миронов сходил к президенту, и при нулевом факторе, так сказать, прохода, ему скажут, ну ладно, вы пройдете. Ему дают чуть-чуть и все. Такое возможно. В общем, сбыча мечт возможно. Безусловно. Владимир Симага, политик и журналист со своим особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.